Какие рэперы окажутся ненужными в 2021 году? Кто держится на плаву лишь за счет хайпа? И почему некоторые и вовсе не достойны своей популярности? Ответы на эти и многие другие вопросы вы получите, посмотрев это видео до конца. С вами канал Шоу Биз, проставьте колоколы и погнали! Последние 5-7 лет русский рэп кардинально и очень стремительно меняется. Буквально каждую неделю у молодежи появляется новый кумир, а старый отправляется на свалку забытых рэперов. Про ветеранов российского хип-хопа и вовсе помнят немногие. Молодые люди до 20 лет, наверное, даже не знают о таких группах, как Юг, Ноунэймерс, Ноготочия, Каста и остальных легендарных коллективах. Исходя из всего этого, мы решили рассказать вам о рэперах, которых забудут в 2021 году. Станут они легендами или нет? Ну, это уже не нам судить. Погнали! И открывает наш черный список Оксимирон. Федоров Мирон Янович, а.к. Оксимирон. Впервые он громко заявил о себе более 10 лет назад, участвуя в онлайн-баттлах. В 2011 он выпустил свой дебютный альбом, который был достаточно неплохо воспринят публикой. После него в 2012 и 2013 году он выпустил по одному микстейпу и, в принципе, сформировал вокруг себя лояльную, но при этом все же относительно небольшую фан-базу. Все-таки нельзя сказать, что его знала вся страна. Но все изменилось после запуска «Версуса». Этот проект набрал огромную популярность, а Окси стал его главной звездой. Он поочередно побеждал одного соперника за другим, а баттлы с его участием набирали миллионы и даже десятки миллионов просмотров. Естественно, это привлекло огромное количество людей и к его музыке, хотя все же он был интересен широкой аудитории больше как персонаж. В этом плане пиком его популярности стал 2015 год. В апреле в сети появился баттл Оксимирона с Джонни Боем, который взорвал медийное пространство, став одним из самых просматриваемых видео в своем жанре. А уже в конце года, когда Мирон был на пике хайпа, он, конечно же, дропнул свой альбом под названием «Горгород». В целом, достаточно неплохой альбом, который в то время казался даже прорывным, ведь до него в нашем рэпе практически не было альбомов с такой четко выстроенной концепцией. Но то огромное количество слушателей, которые он приобрел благодаря баттлам, без раздумий возвело эту пластинку в статус культовых, что не является действительностью. И время это показало. Спустя пять лет после выхода «Горгорода» мы уже не смотрим на него как на что-то великое. Такие альбомы стали для нас нормой. Что уж говорить, да если даже Гнойный смог разложить этот релиз в том самом баттле. Все ждали четыре года, он как мог нагнетал интригу, и все, что ему пришло в голову записать – аудиокнигу. После выхода «Горгорода» популярность «Версуса» пошла на спад, а вместе с ней и популярность «Оксимирона». Хотя какое-то время инфоповодов вокруг его персона было предостаточно. И конфликт с ЛСП, и очередной баттл с небатловиком СТ все еще поддерживали популярность «Мирона». В 2017-м случился еще один всплеск хайпа вокруг «Окси» – баттл с Гнойным. После него все в тысячный раз восхитились эрудированностью «Оксимирона». Но, к сожалению, мало кто обратил внимание, что, встретившись впервые в своей карьере с настоящим баттл МС, «Мирон» потерпел сокрушительное поражение. Гнойный без особых усилий по фактам разобрал и самого «Оксимирона» и его знаменитый «Горгород». Многие могут сказать, что позже «Оксимирон» вынес дизастера. Но судя по тому, как выступил американец, который скатился лишь к оскорблению родственников и ору в лицо, его мог бы вынести и Чепенкос. После «Горгород» Мирон, видимо, ничего более крутого придумать не может, а сделать слабее не позволяет эго. Поэтому в последние пять лет мы имеем то, что имеем. Из творчества только единичные куплеты на совместках. Остальные же упоминания «Оксимирона» в СМИ связаны с чем угодно, только не с музыкой. Он читает со сцены «Какой из меня воин, лидер и диссидент? Я всего лишь писатель. И все равно, стоит ему приблизиться к трибуне...» Эра баттлов закончилась, а вместе с ней и Окси. Даже недавно прошедший 17-й независимый, интерес к которому возродил тот же «Оксимирон», и звездой которого он должен был стать, не дал его карьере ничего нового. Потому что вместо него звездой этого баттла стал Егор Крид. Вот так некогда самый агрессивный и перспективный рэпер России медленно катится на обочину рэп-сцены. И что-то подсказывает, что даже если он в скором времени выпустит альбом, в кардинальной ситуации это не поменяет. Публика, кажется, уже не сильно и ждет его. С Оксимироном разобрались, идем дальше. Про Тимоти, конечно, уже много чего сказано. Каждый, кто слушает российскую музыку, уже давно сформировал свое мнение о нем. Кто-то жестко хейтит Тимоти, кто-то любит, а кто-то просто не обращает на него внимания. Мы не будем в тысячный раз размусоливать его фигуру и говорить, что он плохой рэпер и любитель подмазаться к власти. Вы все это и так знаете. Нам бы хотелось обратить внимание на другое. Ни для кого ведь не секрет, что уже в начале своей карьеры он мог позволить себе то, что не мог условной Васи из Таганрока. У него были и связи, и деньги. В общем, были возможности. Но то, как он ими воспользовался, если честно, огорчает. Сначала его карьеры стало понятно, что как музыкант Тимоти слад, но при этом было мнение, что он крутой бизнесмен и шоумен. И когда в 2006 году лейбл Black Star ворвался во все новостные сводки, я подумал, ну может здесь Тимоти сделает круто? Может быть он, с его огромными возможностями, соберет крутых и талантливых музыкантов под своим крылом и станет выпускать хорошую, коммерческую музыку и поднимет нашу музыкальную индустрию с колен? Но все мои надежды быстро развеялись. Вместо всего этого Тимур стал заниматься копированием Запада. Начал собирать под свое крыло людей, с которыми стал делать музыкальный фастфуд, причем вторичный. У лейбла не было и нет никакой четкой стратегии. Хотя нет, наверное, все-таки была. Куда ветер дунет, туда и мы. Артисты лейбла и сам Тимоти никогда не старались сделать музыку на совесть, чтобы она была востребована и через 10 лет. Вместо этого они выпускали песенки-однодневки, которые должны были отвечать трендам сегодняшнего дня. Например, если в середине нулевых были популярны треки про тусовки и красивую жизнь, то Тимоти делал их. Когда в десятых стали популярны песни-мема с одним въедливым припевом, Blackstar переключились на них. А уж когда надо было похвалить власть, чтобы открыть новую бургерную или автомойку, Тимоти и компания были первыми. Сейчас дети фанатеют от Моргенштерна и Дани Милохина, поэтому Тимоти сразу же делает с ними. И в этом весь Тимоти. Всю свою карьеру он вертится как флюгер, чтобы угодить тем или иным запросам. В итоге, как показала жизнь, гонка за мимолетным хайпом и легкими деньгами ничем хорошим не заканчивается. Сейчас, вместо крутой бизнес-империи и звания главного российского продюсера, он имеет фиты с Моргенштерном и прочими героями-однодневками. История Тимоти наглядно показывает, честное творчество всегда побеждает мимолетный хайп. И очень наглядно это выражает его последний альбом. Релиз провалился, даже несмотря на грандиозную промо-компанию, выстроенную вокруг него. 2021-й, скорее всего, ситуацию не изменит. Понятно, что только за счет музыки Тимур Эльдарович давно не вывозит. Поэтому, скорее всего, снова будет пытаться хайпить. Но вопрос на чем? Скандалы? Вряд ли, ведь уже никто его не воспринимает всерьез. Аудитория уже давно поняла, что Тимоти и в рэпе особо не может. И бизнесмен из него невеликий, ведь Блэк Стар сейчас сами знаете где. История Тимоти наглядно показывает, честное творчество всегда побеждает мимолетный хайп. Признаюсь честно, определенный период жизни я думал, что вот-вот и сейчас Блэк Стар покажет всем Кузькину мать. Но вышло, что вышло. После того, как Тимоти и Собянин подставили Гуфа, я разочаровался в нем окончательно и бесповоротно. Далее идет еще один яркий пример артиста, который, чтобы добиться успеха, крутит свое творчество в разные стороны. И чтобы вы понимали, насколько сильно он изменил свой образ и свою музыку, просто послушайте релизы Эл-Джея до 2016-го. Лютый андеграунд, причем крутой, согласитесь. Но 2016-й год – это время, когда прямая бочка стала главным трендом в музыке. И многие рэперы сразу же перепрыгнули на это звучание. Не стал исключением и Эл-Джей. Он быстро забыл про Андер и стал модным артистом. Плюс к этому добавил яркий внешний вид с его знаменитыми белыми линзами, и пазл сложился. Треки Эл-Джея начали захватывать большее количество слушателей, а апогеем всего этого стало «Розовое вино», записанное с Федуком, о котором мы, кстати, поговорим далее. Так вот, «Розовое вино» запустило обоих исполнителей в стратосферу, и они стали благополучно пожинать плоды того успеха. Последующие релизы Эл-Джея, будь то синглы или альбомы, по большому счету, просто копировали друг друга. А как только исполнитель пытался экспериментировать со звуком, публика это просто-напросто отвергала. Так Эл-Джея стал заложником своего собственного образа и попал в кольцо ожиданий. Эксперименты с музыкой не впечатлили одну половину его слушателей, а заезженные ходы уже надоели другой половине фанатов. В итоге популярность Эл-Джея стала падать. Сейчас его релизы проходят мимо широкой аудитории и музыкальных изданий. Единственным громким инфоповодом, связанным с ним в 2020-м, стал Фитц Моргенштерном, на котором не хайпился только ленивый. По итогу, в 2021-м мы имеем артиста, который стал жертвой своего образа. И когда этот образ перестал быть интересен публике, его музыка начала терять популярность. А как вы думаете, что ждет Эл-Джея в 2021 году? Пишите в комменты свое мнение, а мы идем дальше. Очень похожая история и у Фидука. Вообще, если смотреть поверхностно, то их творческие пути с Эл-Джеем похожи. И даже логично, что они встретились на треке «Розовое вино», после которого оба стали очень популярными. До этой песни Фидук также был в андеграунд-движухе. Фиты с ранним Пашей техником и тусоки вместе с парнями из рыночных отношений яркое тому доказательство. На первый прилив популярности Федя ощутил еще до «Розового вина» и прочих его новых песен. Речь идет, конечно же, о знаменитом футбольчике. Для одних этот трек стал мемом, для других – настоящим гимном, что и сделало его очень популярным. И долгое время Фидук ассоциировался именно с ним. Именно в жанре этого около футбола я и не хотел двигаться. То есть это был не то, что как коммерческий проект, а это был трек для фильма. Но как и в случае с LGM, Федя понял, что на подземном рэпе далеко не уедешь и пошел к новому звуку. В принципе, он столкнулся с теми же проблемами. Единственное их отличие, которое я бы выделил, это то, что Фидук все же более талантливый и мультижанровый музыкант. И про андеграунд сегодня он не забывает, за что держит определенный костяк слушателей вокруг себя. Вообще Фидук гораздо чаще экспериментирует с музыкой. Но все же, распыляясь то на один, то на другой жанр, он не может отдать себя полностью чему-то одному. Соответственно, аудитория постепенно его забывает. Подтверждением этого тезиса является его последний альбом, который прошел мимо широкой аудитории абсолютно незаметно. Парень, который стремительно ворвался в рэп в те времена, когда он сильно менялся и столь же стремительно стал одним из самых узнаваемых артистов индустрии. Слушатели видели в нем нового Кобейна. И он сам, видимо, воспринимал Курта как ролевую модель для себя, о чем говорит и внешнее сходство, и в целом стиль поведения. Но нового Кобейна не вышло. Да, несколько громких бэнгеров в паре выпустить удалось. Но кроме них, чего-то по-настоящему выдающегося ему сделать так и не вышло. А последние его альбомы вовсе оказались провальными. Даже его верные фанаты остались недовольны. Также очевидно, что сам по себе он непростой человек. Образ рок-звезды не дает ему покоя. Будучи лидером своей тусовки Dead Dynasty, он разругался со всеми. Но, возможно, это даже пошло на пользу его бывшим соратникам. Так как сейчас его бывшие товарищи из Dead Dynasty, возможно, популярнее и успешнее, чем Фара. А вышедший в 2020 году совместный трек с Лободой четко показал, что у Фараона творческий кризис. Трек получился настолько неудачным, что даже его заядлые фанаты отвернулись от него. Подавая большие надежды на старте своей карьеры, Фараон разочаровал абсолютно всех. И есть большая вероятность того, что 21-й будет для него даже труднее, чем 20-й. 40 китайских наушников с Алиэкспресс и одни настоящие AirPods. Смогут ли профессиональные музыканты отличить оригинал от 40 подделок? Узнать, сколько на Алике брака, можно только в эксклюзивном проекте канала «Шоу-бизнес». «Велсаком куриц» по ссылке в описании. Вот эти палевные можно глухим впаривать. 2020-й выдался очень сложным для всех людей, и музыканты не стали исключением. Многие обрели вторую жизнь, а многие просто пропали с радаров. Естественно, мы упомянули в этом видео не всех, кого хотели. Поэтому пишите в комментариях, кого бы еще добавили в этот список. И, возможно, мы сделаем вторую часть этого сюжета. А на этом пока что все. С вами был канал «Шоу-бизнес». С наступившими вас праздниками и мир всем местным. С вами был Игорь Негода.